Начали за здравие. Самая интересная часть медицинских реформ, возмещение цен по лекарствам стартовало по всей Украине. В Одессе уже 25 аптек, работают по этой системе и три категории больных могут получить возмещение по ценам. Давайте посмотрим, как в нашем городе стартовал механизм реинбурсации. Нужно предоставить документы медицинские, которые доказывают, что ты болеешь конкретно взятой болезнью. Выписка из больницы я предоставил, попросили результаты рентгена, спирографии, еще на анализы отправили. После этого врач провел осмотр меня, послушал и выписал рецепт. Ростислав рассказывает, как пытался получить бесплатный ингалятор в рамках ноу-хау в украинской медицине. Доктор выписал рецепт на действующее вещество, а пациент уже сам выбирал в аптеке лекарства, которые ему подходят. Платно или с доплатой препараты могут получить те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа или бронхиальной астмы. Ростислав попадает в последнюю категорию, а значит, может получить лекарство, которое стоит 250 гривен, бесплатно. С этим рецептом я спустился на первый этаж в той же поликлинике и хотел получить лекарство. Вот сейчас третий день жду, потому что мне сказали, что их пока нет в наличии. Меня записали в список и сказали, что позвонят. Вот пока не звонят. За больницей, к которой приписан Ростислав, числятся две аптеки. Они участвуют в программе. По задумке, бесплатно лекарства больной может получить только в них. Таким аптекам государство гарантировало возмещение за скидки на препараты. На сайте Горсовета и Департамента здравоохранения уже есть их адреса. Я думаю, никаких проблем с оплатой аптекам за лекарственные препараты не будет. И я в этом даже не то, что так думаю, я в этом уверен. Поэтому аптеки сейчас готовы участвовать. И я знаю, что многие аптеки перепроформируют свои компьютерные программы, чтобы участвовать в этой программе. И подают заявки в Департамент здравоохранения. И с днями этих аптек, которые будут участвовать в этой программе, будет с каждым днем все больше и больше. Мы решили проверить, как действует эта система на практике. Взяв рецепт одного из больных, мы провели эксперимент. Для начала зашли просто в аптеку, которая принимает участие в программе. Но нашу больницу не обслуживает. Вы спросите у вашего доктора, кто выписал этот рецепт, за какую аптеку они закреплены. Все честно. Поэтому идем дальше уже в нашу аптеку. Но тут нас ждет разочарование. На двери изначально не было значка «Доступные лекарства». Мне уже выписали вот этот рецепт на броншальную астму. Мне обслуживали еще этот рецепт «Доступные лекарства». Но у вас аптека указана в адресе просто. Я поняла. Но у нас еще договора не подписаны, но я не знаю. А как право, не знаю. Спасибо. Руководство это меня от меня зависит. Несмотря на наличие адреса на карте Минздрава, аптека участия в реимбурсации не принимает. А значит, пациенты здесь получить препараты бесплатно или с доплатой пока не могут. Реформа, которую правительство анонсировало целых полгода, запустилась с явными недоработками. А на 1 июля уже заявлено изменение списка лекарств. Его обещают скорректировать.